В Национальной библиотеке имени Амур Санана прошла конференция, посвященная 60-летию и 40-летию творческой и научной деятельности старшего научного сотрудника Института комплексных исследований аридных территорий, доктора исторических наук Марины Яновой, а также выходу в свет ее книги под названием «Начало формирования историографии пастбищного животноводства аридных территорий Юга России». Книга о начале формирования историографии пастбищного животноводства аридных территорий Юга России. Почему именно начало формирования? Ведь формирование шло и раньше только с помощью IT-технологий, сервисного обслуживания. Мы можем сегодня поставить проблему на именно информационный порядок исчисления историографических исследований. Поэтому для нас это очень важно – оставить после себя базу для работы всех образовательных учреждений Республики Калмыкия. Я думаю, что мы сможем действительно внести большой вклад в развитие науки Республики. Конференцию провел директор Института комплексных исследований аридных территорий Николай Монсаев. «Если обратиться к истории развития народов, не только России, но и всего мира, мы всегда видим, что народы воспитывают подрастающее поколение на героике. Не похвалишь, не будет героев. Не похвастаешься, не будет героев. Поэтому учебники истории для подрастающего поколения, для школьников, они больше пишутся с позиции именно такой, что содержание отбирается такое, которое предполагает достижение наших народов, нашей страны и так далее. Чтобы подрастающее поколение верило в будущее страны, что есть какой-то потенциал и так далее. То есть пишут о героях и так далее. Но при этом мы должны прекрасно понимать, что историческая наука, она сама по себе как наука, она изучает те или иные факты, но все равно всегда существуют различные трактовки, то есть различные подходы. С одних позиций один факт трактуется таким-то образом, с других позиций этот факт трактуется по-другому. Поэтому большинство из нас пережили эпоху перемен, связанную с распадом Советского Союза. И этот период как раз был достаточно сложный для нашей страны. Сложный в таком плане. Дело в том, что те идеологические позиции, которые выработаны были в Советском Союзе, стали, скажем, мягко даже сказано, опровергаться. Именно в этот период Марина Владимировна подготовила диссертацию, посвященную историографии истории Калмыкии. Я лучше сказал, что историография изучает историю Калмыкии. Надо сказать, что именно в 90-х и начале 2000-х годах в обществе появилась потребность знания истории страны, истории своего народа и так далее. И такого рода работы были очень актуальны, соответственно. Депутат Народного хурала Борис Муджиков обратился с приветственным словом к юбилярши от имени председателя Народного хурала. Уважаемые друзья, от имени Народного хурала Парламента Республики Калмыкия и от себя лично приветствую участников встречи, посвященной творческому отчету научной деятельности старшего научного сотрудника доктора исторических наук Марина Владимировна Яновой. Уверен, что сегодняшнее событие подвигнет научный мир к еще большему энтузиазму, творческому вдохновению для достижения высоких результатов в работе, а также придаст импульс нашей молодежи к изучению и поиску ответов на актуальные вопросы. Выражаю благодарность Марине Владимировне за колоссальную работу. Ваши научные труды пользуются заслуженным авторитетом, а накопленный опыт и знания способствуют дальнейшему развитию республики и подготовке молодых ученых. Желаю вам успехов и новых научных достижений. Сообщением о начале цифровизации в нашем регионе выступил министр цифрового развития Алексей Итеев. В этом виде, да, сейчас я понимаю, что каждый из вас практически зарегистрирован на госуслугах. Так ли это? Да. У всех ли подтверждена учетная запись на госуслугах? Нет. Конечно, но это действительно, зачем нам терять время в очереди, когда можно получить выренную услугу в один клик. Так вот, культура работы с данными, культура работы с цифровыми технологиями – это один из, скажем, важных элементов развития человечества в целом. Ну и касаясь именно сегодняшней темы, да, вот про историографию, да, про изучение истории, конечно, очень важно опираться на точные и верные данные. Данные должны быть достоверны. Они должны быть правильно сформулированы, правильно распознаны и достоверны. И в этом смысле вступают в силу все дисциплины, которые связаны с информационными технологиями. Это работа с большими данными, это искусственный интеллект. И самое главное, еще раз повторюсь, я всегда, когда в своем выступлении мы говорим либо про специальности, либо про такие кадры нужны – это информационная безопасность. Безопасность сейчас – это, скажем так, основной сейчас фактор, основная задача именно поддержать безопасность и все те данные, которые есть, чтобы их не могли скомпрометировать, чтобы они были достоверны и правильно восприняты обществом. Кстати, выступление министра цифрового развития вызвало огромный интерес в зале. И студенты, участники конференции задали ему около десятка вопросов. Какие меры принимаются для развития IT-сферы в малых регионах? В малых регионах? Таких, как наши, да? Ну, давайте так, начнем с концептуально, то есть начнем со стратегирования. В каждом регионе, в малом или большом, или в самом большом, была принята в прошлом году стратегия цифровой трансформации. Это документ, который регулирует деятельность руководства республики, правительства республики и отдельных федеральных структур, ну, в принципе, всего госуправления. Это документ, который был принят и в котором заложены все мероприятия по цифровой трансформации, по цифровизации и внедрение технологий в ту или иную сферу. Будь то образование, здравоохранение, экономика и, ну, у нас это касается и сельское хозяйство, и Министерства природных ресурсов, так или иначе задействованы в этом большом документе. Это вот такой вот якорь. С точки зрения конкретных шагов, это развитие инфраструктуры связи. Ведь понятно, да, пользоваться всеми благами цивилизации, да, мы понимаем, что сейчас у каждого есть гаджет, и трудно себе представить день провести без него. Это так? Соответственно, связь – это основополагающий драйвер. Без цифровой прорыва, без инфраструктурного прорыва невозможен цифровой прорыв. Соответственно, в малых регионах, в малонаселенных пунктах идет программа устранения цифрового неравенства. Идет программа подключения социально значимых объектов к инфраструктуре связи. Это объекты образования, управления и здравоохранения. Еще один немаловажный аспект, кроме инфраструктуры, это кадры. Наверняка, вот, вы уже знаете, да, цифровые кафедры есть в вузах. У вас есть цифровые мастерские в среднем специально-экопоразначном учреждении. Есть в школе уроки информатики. И помимо уроки информатики уже сейчас реализуется несколько проектов для того, чтобы наших маленьких деток подтянуть и вообще вовлечь в мир цифровых налоги путем нескольких проектов. Минокультуры передали Минцифре все Союзописатели, Союзописателей России и прочее, те, которые официально у нас есть. И поручили же Минцифре разработать положение, не положение, определить, по каким параметрам писатель является, вернее, писатель, будем говорить, становится человеком или вписан в реестр занятости профессии России. Вот до сих пор это не определено, что писатель не ходит ни в какой реестр занятости России. То есть его как бы и нет. Свободно. Нет, не свободно, просто его вообще нет, получается, потом куда его никуда. Вот сейчас Минцифре поручили это сделать. По каким параметрам вы хотите определить писателя? По каким цифровым? Я уж не знаю, по каким, но как-то писатель должен войти уже. Ну, конечно. Есть, если вы, у каждой писательности есть код определенный, да, к классификации в реестр специальности, вот. Я этот вопрос отдельно проработаю, тогда мои коллеги с вами свяжутся, и мы тогда попробуем прокомментировать позицию Минцифре. Вопрос можно? Конечно. Спасибо большое. Вы, представитель коллега, нефть и газа. Такая ситуация на сегодня, вы вот выделили так вот блочно проблемы, какие решать необходимо для успешной цифровизации. И в числе первых поставили кадры. На сегодня с кадрами, я считаю, с кадрами преподавателей по информатизации очень плохо в учебных заведениях. Нехватка кадров. Ну, вы один из первых министров у нас в республике, так? Министр по цифровизации. Хотелось бы просить вас вникнуть в эту проблему и повлиять на то, чтобы... Потому что если на этом уровне не будет решаться кадровая политика, чтобы шли такие, ну, знаете, заинтересованные, компетентные кадры, то дальше уже на вашем уровне развивать будет сложнее. Как это? Это не только Министерство образования касается. Это совместно, мы делали вся работа. Спасибо большое за, ну, это, наверное, не вопрос, а предложение, пожелание. Мы его обязательно учтем. Скажу так, сейчас мы проводим ликбез среди преподавателей вот именно по учителям информатики. Есть у нас команда, ну, небезызвестная у нас команда цифровой Калмыкии в лице Аркадия, Муниева, Ачера Лазарева. У нас планируется ряд мероприятий именно для образованцев, именно для преподавателей, уроков информатики, яда с лицея, годов будущего и других нужных специальностей. Соответственно, мы этот пробел будем, разумеется, восполнять. Спасибо большое за отдельную задачу для меня. А потом слово предоставили Марине Яновой. Развитие сельского хозяйства, развитие скотоводства, развитие пищевой промышленности актуально во всех странах мира. И когда мне сегодня говорят, что можно было бы обойти эту проблему, я считаю, что других проблем, разных проблем не бывает. Проблемы всегда есть значимы для каждой отраслевой содержательной науки, для каждого, в общем-то, мирового сообщества. И поэтому пастбищное животноводство для нас традиционно. Оно традиционно в Монголии, в Китае, во многих алибных территориях всего мира. Но таким, каким оно будет в будущем, сможем ли мы поставить его на автоматизированное развитие информационных технологий сегодня, зависит будущее нашей республики, как к нам будут относиться, что мы можем дать в последующем для развития всего мира. И поэтому мы видим с вами, что именно историография пастбищного животноводства стала главным приоритетом. Автор книги отметил в своем выступлении, что ее волнуют проблемы современного развития экологической культуры населения, потому что нет разработанных институтов общества. Анализ проблем зеленой экономики и технологий устойчивого развития в нашей стране был предпринят только в 2011 году в трудах ученых Кричевского и Захаровой со значительным опозданием. Мы задали два аспекта, которые наиболее важны сегодня для науки, для айтишников. Почему мы сегодня собрали именно зал айти технологий и совместно с нашим институтом? Потому что очень важно биометод, это восстановление пастбищных уходов при минимальных затратах химических реактивов, удобрений и так далее. Это естественное восстановление тех почвенных и растительных покровов, которые нас окружают. И на сегодня вот я просмотрела все в общем-то публикации за последнее время всех ученых Калмыцкого университета и по Калмыцкому научному центру. Фактически парадигма всего обзора, объема исследований задана только Амергеном Михайловичем Чемидовым. То есть вот это нам необходимо совместно доработать, включить в план перспективного развития. Исследования Марины Владимировны в области историографии имеют очень серьезное значение. Они посвящены в основном истории Калмыкии, развитию исторической науки в республике Калмыкия. И соответственно мы считаем, что все труды востребованы в обществе. Она в 2014 году защитила докторскую диссертацию, посвященную тоже историографии истории Калмыкии. И впоследствии выпустила 25 монографий. Все это некое наследие, которое можно будет использовать, в том числе в образовательных организациях для обучающихся наших подрастающих поколений. Историю Калмыкии в принципе знают мало. Она еще не раскрыта, в свое роде как загадка. И Марина Владимировна пытается разгадать эту загадку и показать, как такой маленький народ смог в сложнейших условиях, потому что судьба калмыцкого народа противоречива. Сохранить свою культуру и сохранить свое лицо. И самое главное, что особенно в настоящее время стали благодаря Марине Владимировне интересоваться культурой калмыцкого народа, историей, образом жизни и обрядами, ценностями калмыков. И в результате этого многие были удивлены, что культура калмыков и история калмыков, хотя и связана с монгольскими народами, но она имеет свою специфику. И эта специфика как раз связана с тем, что история калмыков показывает не только патриотизм, гордость калмыков за свою культуру, но и желание не только сохранить, но и внедрить элементы культуры в мировое пространство. Тем более, что опыт истории калмыков в составе России, Россия ведь многонациональное государство, в составе России, она все-таки смогла не только добровольно присоединиться, но и смогла показать, что культура калмыков настолько своеобразна, что ей интересуются как представители России, так и представители дальнего и ближнего зарубежья. Особенно интересно то, что Марина Владимировна подчеркивает в своих монографиях, статьях научных, в методических пособиях, показывает эту особенность калмыков, что калмыки народ такой несколько спокойный. И это спокойствие проявляется в том, что это спокойствие, гуманизм, они стараются внедрить и в сознание людей. И в том числе, особенно Марина Владимировна подчеркивает этносное сознание. И интересно то, что Марина Владимировна показывает не только самобытность культуры, культуры, истории калмыков, но и ее силу. Потому что многие калмыки ведь выезжали за границу и благодаря как раз истории, культуре, образе жизни калмыков они сумели выжить и сохранить свое лицо. Марина Владимировна, мы с ней 25 лет назад работали в РИПКРО. Это человек был перспективный, как ученый. И сейчас, в общем-то, состоялось то, что она стала уже настоящим, как говорится, ученым, который внес значительный вклад в развитие калмыкиской науки. Это очень даже необходимая деятельность ее, очень важная. Почему? Потому что люди, ее профессия, ее направление фактически связаны с историей, с историографией всей калмыкии. Это то, что останется на века. Это очень важно и очень нужно в настоящее время. Благодаря вот таким вот нашим энтузиастам мы фактически существуем. Существует наша история, существует наша калмыкия. И думаю, в будущем она будет развиваться как наука, как именно такой регион, в котором наука является истинным, будем говорить, эталоном нашей нравственности, нашего, будем говорить, будущего, которое так или иначе определит все развитие нашей республики. В завершение хочу поблагодарить Марину Владимировну и всех тех, кто принимает участие в данной конференции, потому что это радость не только Марину Владимировну, но и радость всех нас. Ерель. Насын утуолтыха, кишкин батуолтыха, ягиджиевченуга, йовгехызархога, мюндинян сээсээн, сээээхэн, йовчыхатын. Халмик танчинный дудулджи, адясын халыды, йовджи, халмик туджиги, делгеркстыха. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитры создавал DimaTorzok